Приветствую, друзья! Говорит и показывает Ростов-на-Дону, стадион «Локомотив», где сегодня состоится матч юношеской футбольной лиги «Юг-2». Это возрастная категория футболистов 2007 года рождения. Стадионом будет освещать этот матч, а для вас его комментировать буду я, Александр Боровков. Ждем яркой игры последней. Пока что Сочинцы на своей половине поле и даже более того, в своей штрафной. Вот такая ошибка и перехват от Баташева. Баташев катит в штрафной. Бить нужно с левой ноги удары и мяч в сетке ворот оказывается. Смотрите, что творится на первых же минутах. 1-0. Открывается счет, записывает его на свой персональный футбольный счет Кирилл Варенов. Открывает счет в матче на третьей минуте. Вот такое начало непростое для Сочинцев-усточка. Поворотом мяч в направлении. Ворот запустил Кирилл Варенов, уже отличившийся. И вышедший на замену Даниил Мирошниченко. Сейчас смотрим за действиями Тора. По Торам катит на Баташева. Баташев там один. Пытается разобраться со всей командой. Сочинцы его буквально облепили. И Баташев уходит победителем из этого противостояния. Бьет поворотом в дальний и попадает. Вы представьте, сколько перед ним было игроков соперника. Четыре, наверное, человека распластались перед Баташевым в хоккейном стиле. Положаясь перед пущими в направлении ворот с шайбой. Но нет, Баташев никакие нет. Баташев – футболист, причем предстательный. Касимов на лево Дебушевскому. Дебушевские Тора пойдут. Животбор вступает со спины. Сзади выскакивает Валерий Малиновский. С желтой или без? С желтой, если по всему. Завершается этот эпизод. Роберт. Хороший прием в центре. И разворот игры на противоположный фланг. Правда, в центре они потеряли, но... Мяч-то хранитель. Но ненадолго. Мусам ударом выкатывает на Батвее Торопа. Батвее нужно решать этот эпизод. И подкат. Как здорово Бережной в подкате играет. Смотрите, как он под Торопа подкатился. Сразу подсказка идет от Михаила Галимова, что нужно подниматься, чтобы все действовали повыше, чтобы все устремлялись вперед. Не только игрок, который с мячом бежит, бежал сам. А остальные вставали в свои креста. Может быть, это всем опасно. Может быть, сейчас удар с отскоком, с рикошки костей. Очевидно, что требуется чайки, усиление атаки. Нужно освежать игру, нужно исправлять положение. Но пока что улучшить положение, улучшить, простите. И второго, очевидно, что больше приходится обороняться. Гостян угловой. И вот такой незамысловатый вынос. И то недалеко с разворота лупит. Как он пробил. Я про хозяев поля. А ведь из Чехолян справа будет мяч из-за боковой. Алексей Бахарев. Принял участие в построении этой атаки. Подача заблокирована. Тороп подает на угол вратарской. Гол забивает чайка. Смотрите, какая красота. Подача в направлении угла вратарской. Там абсолютно один неприквытный игрок в синей форме. И он бьет головой. Бьет точно. Не успел на подачу. Не пошел на перехват Рустем Климанов. Сегодня чайка принимает Сочи. Счет 3-0 в этом матче. В 14.30 начался матч. В Грозном Рамзан принимает футболисты Краснодара. И еще оба встреча начнется в 17.00. В Волгограде школа Леонида Кузьмского. Принялся в Астраханский Волгарь. Быстрый переход из обороны в атаку в исполнении чайки. Это может быть потенциально опасно. Под удар. И что творят? Что творят хозяева поля? Забивает четвертый. Красота. Самое, что не наездное, что настоящая. Быстро ноги торопа. Великолепный пас на Никиту Стрельцова. Стрельцов в этой ситуации, мне кажется, мог даже с закрытыми глазами мяч в ворота отправлять. Ну и чтобы совсем закрыть вопрос с заменами и дать возможность всем поиграть, тренерский штаб в Сочи тоже готовится веселово на поле выпустить. А здесь классно вступает в игру. Отлично в игровых компонентах. В владении ситуацией чайки побеждают с крупным счетом. Забивая 4 по 2 в каждом из таймов. Под ударом скидывает мяч. И вот здесь Илья Амосов. Стрельцов отбирает мяч. Завладел им. Здорово подключился к отбору. И есть возможность еще один мяч попытаться забить. Но нет. Звучит свисток. Останавливает встречу главный арбитр. Завершается она победой чайки со счетом 4-0. Олег Гусаков. Матч завершил. Напомню, что забитыми мячами в этой встрече отметились Кирилл Варенов, Ратмир Баташев, Никита Стрельцов и Даниил Левко.